мы сейчас вышли из кофейни и неожиданно вышло солнце и снег искрится на солнце и этот прекрасный пейзаж невозможно поснимать мы идем по стенам Савина-Старожевского монастыря наблюдаем окружающий вид через бойницы, а также через отверстия для слива да нет, это тоже для стрельбы, вот так вот лавы или для стрельбы для разных целей сейчас, как Антон сказал, это действующий монастырь и очень успешный у них есть свое рыбное хозяйство, свое, даже пасека и где расположено рыбное хозяйство? рядом с колодцем, мы чуть дальше пойдем, да, мы увидим ну, подойти, конечно, нельзя, но увидеть можно когда еще давно, в конце 80-х, экскурсоводы говорили о монастырских хелиях, которые находятся на территории монастыря вы что-то об этом тоже слышали? ну, конечно, кельи есть, да, я вам покажу и сейчас там есть монахи в кельях, или это только исторический факт? есть, есть часть монахов здесь живет, часть монахов живет в скиту вот это административное здание вот как раз, по-моему, в этом административном здании было кино да, здесь, скорее всего, да мы вот сюда заходили и заходили вон в ту дверь там был кинотеатр смотрели советские фильмы мы идем по стенам Савино-Старожевского монастыря наслаждаемся прекрасным видом и нам очень повезло со съемкой увидеть этот снег искрящийся на солнце и на солнце Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, нам лучше в центре будет встать площади Соборной Думаю, там я расскажу Хорошо Слева трапезная для монахов После службы они приходят и едят Справа это место, историческое место лотаря первой церкви Все-таки главный храм был чуть позже построен Чем первая церковь Трапезная Все крупные сооружения, кроме цирка, построены как раз в период Алексея Романова, царя Вот здесь останавливаются все туристы И это место я не раз видел во сне Когда отдыхал на даче Здесь святая вода, следующая дверь у них квасное производство А святая вода в смысле здесь источник, да? Да И вот язык от колокола Нижняя часть языка большого благовестного колокола Отлитого в 1668 году Давайте встали в центре и я вам чуть-чуть расскажу А вот я помню еще в 80-х годах рассказывали что-то страшное Вот об этом гроте Там что-то, не грот, а ну Какое-то там внутри помещение, подвал Ну и стоят там, исторические были, да Исторические помещения Они не сохранились Ты фотографируешь вот эту часть А теперь я понимаю, почему в 80-х годах здесь Здесь уже давно историко-архитектурный художественный музей, да? Уже очень давно А поэтому здесь все экскурсоводы останавливались Да Значит, ему уже более 30 лет А вот смотрите тут какие интересные резки Царицыны палаты здесь Царицыны палаты Надо всю историю рассказать Понимаю Сходим, посмотрим Как раз вышло солнце Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 А пахнет булочками Наверное, где-то здесь пекарня? Нет Пекарня здесь нет Пекарня точно не здесь Мне тоже пахнет Может быть, у них там какое-то разгрузочное место Вот смотрите Это же бесценные фрески Их надо реставрировать Мы не нашли руки еще у них Почему у него на поезде череп с костями? Видите? Символическое заговорождение, наверное, Голгоф Возможно И у этого, и у этого И здесь череп с костями, и здесь Видите, это специальное украшение наверху А здесь что написано? Это как раз Сергей Радонежский Да, Сергей Радонежский Феодосий Печорский Это тот, кто основал Киевскую Печорскую лавру Значит, с той стороны был Антоний Вот Антоний не сохранился Вообще Это был Антоний, Феодосий Сергий И Сава Здесь У Сергия очень интересные глаза Ну, он как бы главный праведник Даже на этой фреске, которая уже устарела, облупилась Все равно иконы выглядят достаточно впечатляюще Там, в общем, написано Не скорбите, братья, и не унывайте Не скорбите, и не унывайте Я хочу сказать, что я здесь первый раз Можа и не унывайте Братья моя 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 Не скорбите, братья моя И не унывайте Сюда всегда был запрещен вход Я здесь первый раз, так же, как и вы Вот там обычно сюда висела веревочка Я не уверен, что они должны это показывать на самом деле Должны это отреставрировать сначала Вот у нас, в регион Повезло нам Красивые розетки такие эти еще сделаны И, конечно, розетки это конец 19 века Должны быть Вот эти? Да, нет, вот эти Вот это можете пораньше Вот эти розетки Это все будет Интересно Подпишись на мой взгляд О, мне рекомендуют Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова